На этой неделе в России вновь вспомнили, казалось, уже давно забытое понятие суд шариата. Страшные слова из середины 90-х, когда в непризнанной республике Ичкерия людей расстреливали прямо на площадях. Дагир Хасавов, московский адвокат чеченского происхождения, выступил со скандальным заявлением. В интервью телеканалу РЕН он предложил узаконить суды шариата и пригвозил, что если этого не случится, мусульмане превратят Москву во второе мертвое озеро. После этого закрутилась и история очень стала напоминать детективную. Наш корреспондент Людмила Горчакова попыталась понять, насколько серьезны намерения Хасавова и нужны ли России суды шариата. Эти слова стали информационной бомбой недели. Мы у себя дома и будем останавливать те правила, которые мы хотим. Любые попытки изменить это обольются кровью. Тут будет второе мертвое озеро. Мы зальем город кровью. А имя адвоката Дагира Хасавова, доселе известное лишь в узких кругах, узнали по всей стране. Российские СМИ несколько дней цитировали скандальное заявление юриста, который призвал легализовать суды шариата и пригрозил залить Москву кровью, если мусульманам помешают установить свой порядок. Мы будем расширять эту сеть до размеров арабского халифата. Все мусульмане должны быть объединены. Думаю, что Россия должна предоставить нам такую возможность. На слова юриста Хасавова отреагировали, кажется, все, кто только мог. В МВД и Генпрокуратуре начали проверку заявления на признаки экстремизма. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил, что это провокация против мусульман. Журналисты нарекли Хасавова адвокатом шайтана. Коллеги пригрозили лишить лицензии. А духовные лидеры мусульман назвали сумасшедшим. Мы назвали не только провокацией, а, наверное, весенним обострением человека. Так как разумный человек не может говорить о мусульманах то, что мы, мусульмане, не являемся частью российского общества. С утра, сев у себя в кабинете, я не имею возможности взять ручку и что-то писать, подготовиться к проповеди или осуществить какой-нибудь выезд, потому что приходят люди. К хызыру Атарову каждый день выстраиваются очереди. С ним советуются не только по вопросам веры. Когда светский человек подает гражданский иск, мусульманин идет к имаму. Начиная от вопросов бракоразвода и оканчивая вопросами, скажем так, разногласия в материальных вопросах. В понимании правоверного любая проблема или конфликт могут и должны решаться по шариату. Шариат в переводе с арабского – прямой, правильный путь. По сути, это свод правил, обязательных для мусульманина. Законы шариата закреплены Кораном и Сунной. Они регулируют практически все сферы жизни. Помимо религиозных и морально-этических, шариат включает и правовые нормы. Причем, кроме самих норм, в шариате прописаны и наказания за их нарушения. Отсечение руки за воровство, избиение камнями за прелюбодеяние, возмездие врагу по принципу око за око. Приговор на шариатском суде обычно выносит имам или старейшина общины. Обжалованию не подлежит. Именно такие суды работали в непризнанной республике Ичкерия в середине 90-х. И запомнились расстрелами на площадях. Неожиданно то, что ввести такой порядок, предложил адвокат и бывший милиционер. Дагир Хасавов родился 17 апреля 1959 года в Гудермесском районе Чечен-Ингушской АССР. Окончил высшую школу МВД имени Дзержинского в Киеве. Служил в органах внутренних дел. В 2002 году получил статус адвоката. Стал управляющим партнером Московского адвокатского бюро. Хасавов известен как защитник прав мусульман. Отстаивал в суде интересы авторов проекта реконструкции Московской соборной мечети. В прошлом году Дагир Хасавов заявил о планах создания Союза мусульман России. После заявлений Хасавова представители Северокавказских республик в один голос открестились от шариатских судов. Однако эксперты говорят, в том или ином виде суды старейшин, которые решают проблемы по шариату, по-прежнему существуют. И не только на Северном Кавказе, но даже и в Москве. Словом, везде, где есть мусульманские общины. На мне кровь чужого человека. Мне всего лишь 8 месяцев до звонка. Но я выйду и меня начнут преследовать. Мы обязательно займемся этим. Председатель комиссии по примирению лично займется этим вопросом. В родное село заключенного Ибрагимова отправляется специальная делегация. Ибрагимову повезло. За него будет просить сам главный муфти Чеченской республики. Таким гостям точно не откажут. Из-за уважения к вам и ко всем святым. Ради Аллаха я прощаю вас. Живите с миром. В знак примирения все читают молитву. И все. Семьи, враждовавшие 6 лет, простили друг друга. Это чуть ли не единственный способ, которым сегодня решают проблему кровной мести на Северном Кавказе. По сути, это и есть шариатский суд. Только легальный. Под надзором властей. И называется по-другому. Комиссия по примирению. У Аслана Хамхоева честность таких процессов вызывает сомнения. Он вспоминает, как служил в Ингушетии. Однажды местный житель прямо из-под носа у солдат угнал нефтевоз. А когда командир батальона стал требовать машину назад, его вызвали в суд. Шариатский. Имам села этого. И вот он как бы третейский судья. А нефть, говорит, и не ваша, и не наша. Нефть, говорит, это земля дала, говорит, земля ее заберет. В итоге она осталась у того, кто ее украл. После скандального интервью адвокат Хасавов попытался защитить самого себя. Якобы на резкие слова его спровоцировал журналист. К тому же фразы вырвали из контекста. Но каким был этот контекст, не сказал. Закон должен все время идти за жизнью людей. Закон не предусматривал, что здесь будет 2 миллиона мусульман в Москве. Это интервью Хасавов дал нашему каналу примерно месяц назад. Уже тогда он говорил, светские суды мусульмане не уважают. Их решения для правоверных не авторитетны. И потому России нужны суды шариата. Впрочем, говорил он об этом совсем другими словами. Мы не предлагаем, тем более я кому-то отрубить голову. Я наоборот говорю, давайте уголовное законодательство оставим как есть. Но давайте вернемся к закону о третейских судах, которые рассматривают незначительные такие преступления и правонарушения. Которые могли бы, исходя по совести, судить. Например, конфликты в семье. Что заставило этого рассудительного с виду человека вдруг выступить в духе исламизма? Есть мнение, что Хасавов сделал это, чтобы прорекламировать себя. Заработать очки у наиболее радикальной части мусульманской общины. Господин Хасавов видит, что происходит. Решил, что он опоздает. Потому что господин Хасавов никакой не фанатик, не маргинал. Он приспособленец. Он кончал высшую школу МВД имени Дзержинского. То есть, когда империя была сильна, он считал, что надо работать мусором. А теперь он считается за халифатом. В эту среду Дагир Хасавов исчез. По слухам, уехал за границу. Он, получается, уехал за границу из страны, где шариатский суд частично практикуется, в то место, где шариатский суд не практикуется никак. Как нехорошо со стороны поклонников шариатского суда. В последний раз адвоката видели в редакции «Эхо Москвы». Он приехал, чтобы ответить на вопросы возмущенных слушателей. Но эфира не дождался. К офису «Эхо Москвы» на Новом Арбате подъехали лица кавказской наружности, скажем так, и пытались пройти на радиостанцию. Предъявили и удостоверение своей службе безопасности Кадырова. Они не могли предъявить никакие удостоверения сотрудников службы безопасности Кадырова, потому что таких удостоверений в природе не существует. Все это вымысел, все это сказки. От кого бежал Дагир Хасавов, так и неизвестно. Нет в открытом доступе и полной версии его интервью. Но эта сокращенная его часть не только спровоцировала бурную дискуссию, но и обнажила проблему. Почему такое внимание шариатским судам? Не только потому, что это мусульмане, традиции и так далее, а потому, что на Северном Кавказе, например, федеральные суды нормально не работают. Вот этот вот его бросок, вот эта вот его реакция, она отражает общую ситуацию и на Кавказе, и в отношениях, так сказать, между представителями разных конфессий народов. Неожиданно инициативу Хасавова поддержали в РПЦ. Высказался протеерей Всеволод Чаплин. Мол, в России общество уже не светское, а светско-религиозное, и пора бы к этому привыкнуть. Не стоит ограничивать исламскую общину возможности жить по своим правилам. Именно такой путь, я думаю, актуален в будущем и для России, и для Западной Европы. Но очевидно, что нельзя навязывать эти правила другим, вне своей общины. А в мусульманских общинах открыто заговорили, нормы шариатского права нужно встроить в систему федеральных законов. В качестве аргумента голые цифры. Если считать и граждан России, и мигрантов, в стране около 20 миллионов мусульман. Людмила Горчакова, Ольга Соловьева, Дмитрий Барбаш, Наталья Дюжикова вместе из России. Справедливости ради надо все же сказать, что правоохранительные органы все же заинтересовались не только высказываниями адвоката Хасавова, но за выход репортажа генпрокуратура России направила предупреждение генеральному директору медиахолдинга РЕН-ТВ. Между тем, шариатский суд остается центральным звеном судебной системы в Саудовской Аравии, в Йемене, в Иране, Пакистане и в некоторых странах Персидского залива. С его помощью решают даже уголовные дела. Ну а страны-содружества, жители которых исповедуют ислам, а это Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, как и большинство россиян-мусульман, предпочитают суды общегражданские. Впрочем, в вопросах личного статуса мусульман, например, брака, семьи, наследования, опеки или попечительства, помочь может и имам. Именно к нему правоверные часто обращаются за советом. Продолжение следует...